Водсман? Нет, оператор-новодчик на МП-3. А до этого были? До этого только срочка сложила. Мобилизом. Понял. Номер телефона есть куда займешь? Да. Там есть WhatsApp? Да, есть. Скажи. 984. Плюс 7900. Как ваша фамилия? Васичков. Апельсины плоховали все? Апельсины плоховали все? Да. Спасибо. Спасибо. Это телефон чей? Это моя будущая супруга. Будущая супруга? Ну, гражданская супруга. Она диктует сообщение голосового. Что мы ей будем звонить в течение полчаса, чтобы она взяла трубку. Солнце, привет. Буду звонить через где-то полчаса. Возьми трубку. Будет как видеосеанс. Будем разговаривать. Сколько сейчас там времени у вас? Плюс семь вроде. Это какой город? Находка. Приморский проект. Время. Сейчас сколько времени? Сейчас. Время на находке. Семь часов вечера. Она может быть на работе. Если не работать сегодня. Ну, я же этого не знаю. Готовы? Да. К чему? К интервью. Зачем? Да. Хочу позвонить. Зато по-честному, да? А если бы не было звонка, не пришел бы. Почему пришел? Да. А есть что рассказать? Вот что рассказываю. Как есть все. Расскажи. Двойна надо? Нет. Представьтесь, пожалуйста. Лосичков Сергей Александрович. Дата рождения ваша? 25 сентября 1995 года рождения. Город рождения? Год рождения. Год рождения. Город? Город, находка. Приморский карай. Находка Приморский карай. Даете вы добровольное согласие на запись и публикацию? Да. Можете сказать, как произошла процедура заставляния вас прийти сюда? Была мобилизация? Нет. На интервью я не уточнил. Нет. В смысле в плане меня никто не заставлял. Сам пришел. А как вы можете это доказать? Доказать? Да. Потому что я сам пришел? Да. Добровольно пришел сам. Прикольно. Ну потому что там пишут, что вас заставляют. Нет. Нет. Добровольно. Где вы работали до войны? В порту. Докером, механизатором. Что это значит? Докер? Ну это докер стропольщик, докер механизатор. Это погрузка на суда слябы. Слябы это большой металл. Бравка в другие страны. Ну в Китай в основном. И эти какого? Глинозем. Глинозем. Глинозем это порошок такой, который перерабатывается и делается из него алюминий. Глинозем. Немного от такого уходит? Тоже в Китай идет все? Нет. Глинозем он по России. Насколько я знаю. Он в России. А сталь? А сталь в Китай уходит. Что еще на мост отгружает? Бывает дерево. Ну древесина. И эти какого слябы алюминий. Ну это заготовки? Ну да. Чуйки или как оно там? Чушки. Чушки. Чушь. Я еще и слово почти вспомнил правильно. Где вы служили в срочную службу? В склад артиллерийских боеприпасов. В 2015 году призвался на срочную службу. Также в Приморском крае служил. Там уже по месту? Ну рядом, да. Первая супруга была беременна на тот момент. И поэтому в Приморском крае служил. А типа если... Да. Там в личном деле была отметка о том, что супруга беременна. И дальше Приморского края не отправляли. Ага. Прикольно. Я не знал что у вас такое. А вы контрактником были? Нет. Срочно? Срочно. Понятно. Расскажите, как у вас зарплата интересная какая? В Порту? Да. В Порту если изначально брать, то первым, когда я устроился в Порт, сначала изначально был грузчиком. Там зарплата была неофициальная. Ну как неофициально работали. Зарплата около 40 была. Потом, когда уже отучился на докер механизатора, там уже было больше. От 60 и выше. Ну это в первом Порту. Это типа на каком-то кране или какие-то пульты? Этот какой? Погрузчик вилочный. Это контейнерный терминал был. Первая работа. А на втором уже, когда он устроился, там из-за вредности, вот из-за этого глинозема, то что он очень вредный для здоровья. И там уже зарплата под сотни. Ну, это по региону это хорошая зарплата считается? Там да. Понятно. Как у вас, вы мобилизованный? Да, я мобилизованный. Как вас мобилизовали, расскажите? Пришел на работу, это был 23 сентября. И мне вручили повестку уже 22 числом, она уже стояла, было заполнено, что 22 числа я должен был быть в военкомате. 23 числа вам дали повестку, в которой было написано, что 22-го вы должны были уже быть военкомате? И что вы сказали? Ничего. И все. Потом вот именно кому дали все повестки, сказали 24-го появиться в военкомат. 24-го явился военкомат и отправили на ДК. Ну, в ДКМ. Там у нас Дом культуры. И все это происходило. Не с самого военкомата забирали, а в Дом культуры. Много там людей было? Да, много очень. Что вам там рассказывали? Ничего. Я просто пришел, хотел уточнить за то, что завтра еще день рождения. Ну, следующий день был. 25-го сентября. И ну, как вообще, что делать, что, почему, зачем. Надо же типа собраться, не собраться. А по итогу сказали, тебе два часа и все. В автобус упаковали и увезли. Упаковали? Ну, можно сказать так. Расскажите поподробнее. Ну, что мы к клубу зашли в ДКМ и просто из рук вырвали военник. И все. И сразу стали оформлять. А в соседних портах вообще прям с порта забрали. Машину приезжали, прям с порта забрали. Прикольно? Нет. Что рассказывали? Что вы, куда вы едете? Ну, изначально сказали, что вообще будет якобы переподготовка. А потом всем, у кого, мне уже дали, как она называется, повестку эту. О том, что я частично мобилизован уже. А изначально давали повестки о том, что отправляют на переподготовку людей. И у них эти повестки забрали сзади и дали новую уже. То есть 23 числа вам дали повестку на переподготовку? Нет, уже то, что я мобилизован. Уже мобилизован. Да. Да. А всем, кто дали до этого числа, всем давали на переподготовку. Угу. Куда вас повезли? Отвезли в Владивосток на часть. Изначально нас привезли в 155-ю бригаду. И там вышел подполковник, не знаю фамилию его. Он говорил, кто по желанию хочет пойти в морпехи. И там вышло из одного автобуса, около 40 человек было в автобусе, может 50, ну где-то плюс-минус. Вышло человек пять, ну добровольцы. А остальные не хотели идти убирать? Нет. И нас отправили... Вы вышли? Нет. Нас отправили потом как другое подразделение, типа курсантского училища. Там было очень много людей, мы туда приехали. И у нас в автобусе было четыре пьяницы. Ну, перепили по дороге пока ехали. Что с ними было? С ними что было? Ничего. Они перепили, отписались там по дороге. Короче, жестко. И мы... И дальше что с ними? Нас завели в кабинет, дали на бумаге. Ну так же, дата рождения, где работаешь там и так далее. Надо было заполнить анкету. С нами ехала женщина, которая нас сопровождала, якобы от военкомата. Она сказала, что их деть некуда, вот этих пьяниц. И нас обратно 155 отправили. Из-за них? Да. И все. И мы, получается, уже... Сделались морпехами. Да. Весь автобус. Да. И вот кроме вот этих пьяниц. Этих пьяниц я не видел. И... Я не знаю куда... Короче, им повезло, да? Ну, скорее всего, да. Хорошо. Прикольно. Что-то вам не прикольно, да? Угу. Как у вас дела вообще? Дела пойдет нормально. Пойдет нормально. Сколько раз вас били сегодня? Не били сегодня. Вообще не бьют. А вчера? И вчера не били. Вы какую-то фигню рассказываете. Почему? Сейчас говорите, что телевизор есть. Есть. Новости смотрим. Да. Что там в новостях? Расскажите новости, потому что я новости, у меня нет времени смотреть. В новости смотрим, что на Украину поставляют новые и эти танки «Леопард 2», что численность уже превышает тысячу, ну, как сказать, потери российские, что больше тысячи уже. В сутки? В сутки, да. Хорошо? Нет. Хорошо. Ну, ведь хорошо же. Кому хорошо, всем лайк поставить. А почему это плохо? Ну, зачем вообще война нужна? А зачем вы пришли нас убивать? Я не могу на это ответить. Какой-то он сложный? Вопрос? Да. Очень простой, всего лишь несколько слов. Зачем вы пришли убивать? При этом говорите, что тысяча трупов оккупантов – это плохо. Уже оккупант? Оккупант. У вас сейчас 7 часов вечера. Полмира вы сюда прилетели. Так получается? Ваша фраза – я заразился. У вас все так говорят – так получается? Или не так? Ну, я думаю, что многим, кто мобилизованы, что эта война никому не нужна. Почему вы тогда не отказались? Почему вы отказывались? Почему отказывались? Ну, расскажите. Ну, я знаю, что есть люди, которые отказывались, они сейчас находятся в части. И они и там работают. И то из них, в смысле, большинство, кто не служит. Там есть люди, которых мобилизовали, у которых не было сочинства. Что вы не отказывались? Я отказывался. Ну, я хотел по здоровью, но не получилось. По здоровью есть проблемы. Какие у вас проблемы? Ну, у меня обнаружили кисты в почках. И был острый цистит. Ну, то есть проблемы с мучением и спусканием. Ну, медкомиссия же была? Не было. Это уже… И так сойдет? Да. Уже и так поэтому. Ну, уже будучи здесь. Ну, давайте тогда идем по порядку. Сделали у вас морпехов. Алкашей тех не взяли. Да. Они куда-то делись, не знаю куда. Вам что сказали? Ну, все. Заполнили документы, выдали обмундирование и отправили на полигон, на подготовку. На полигон приехали, там было расформирование. Ну, как бы, кто пойдет в стрелки, кто пойдет на, как я, на БМП-3. И все. И вот, началась учеба, так сказать. Нас определили. Сколько нас там было? Около 30 человек. Получается. Это первые 10 экипажей. Потом еще 10 добавили. Итого 20 экипажей было. И вот, отправили нас на учебу. Учебу около полтора месяца было. Чему вас учили? Ну, работа на БМП-3. Основу. Кем вы были? Какая у вас специальность? Оператор-наводчик. БМП-3. А срочка была какая? Артиллеристом был. Водитель таки важен. Ну, вообще. Сколько вы стреляли за учение? За учение? Ну, раз в 10, наверное. По сколько? Там же не магазины, там как-то? Там по 25 снарядов. 25 снарядов за один выстрел. Ну, как один выстрел. Мы выехали на позицию. Вот. Есть мишень. 25 выстрелов. Когда вы попали в Украину и как? Приехали мы в Украину. Ну, прилетели в Украину, получается, мы 11 ноября. 10 ноября был вылет с Владивостока. То есть, все это время были там у себя? Да. 10 ноября. 10 ноября вылетели с Владивостока в Ростов. И 10 числа мы приземлились в Ростове. Вы с техникой летели? Нет. Так. Пассажирским бортом. Пассажирский? Да. Это каким? Не знаю. Ну, Большой Боинг или как он называется? Гражданский. Это авиакомпания называлась? Вроде Аэрофлот. Аэрофлот. И вот это весь самолет был забит военными? Да. Все в форме уже там? Да. Угу. И все, прилетели мы, получается, 10 числа. Нас погрузили в Урал. Ну, уже поздно было, получается, ночь или вечер. Темно уже было. Прямо прилетели. Везли около, может, минут сорока. Ну, может, около часа. Привезли в какой-то палаточный лагерь, где была разбитая техника стояла. Там также БМП были, Маталыги были разбитые, Урал засаженный и палаточный лагерь, да. Как ощущения? Сразу уже было не очень ощущения. Чего? Страшно. Ужмарапех. 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 155-й бригады. Ужмарапех. Ужмарапех. Ну, поселились вы? Переночевали ночь. Утром встали, и все. Погрузили нас снова в Урала, и мы выехали в Украину. Много техники побитой? Да, достаточно стояла. Ну, две штуки, двадцать штук. Ну, около двадцати, может, тридцати. До фига, короче. Да. Куда вас привезли в Украине? Ну, в Украине мы приехали, получается, ехали тоже очень долго, около часов шести, наверное, мотались. По итогу мы приехали куда-то под Волноваху. Под Волновахой. Замерзли там по дороге? Нет, еще нормально было. Ну, в Уралах выехали? В Уралах, да. И приехали мы куда-то в лесополосу, получается. Под Волновахой были. Туда приехали, нас встретили, сказали о том, что мы в Урале группа. Ну, то, что мы все как на БМП, получается, будем. И будем ждать технику в этой лесополосе. То есть около двух недель нам должны были привезти новую технику. Привезли? Нет. Нет. Нам через, сколько, через трое суток пришли и сказали, что мы пехота и мы идем в Павловку. А нафига вас тогда учили? Ну вот, вот так вот. Мы, получается, через шестнадцатого числа, шестнадцатого, да, числа мы зашли в Павловку. Как? Шестнадцатого? Ноября. Ноября. Да. Как это там в Павловке? Постреляли. Сколько вы постреляли? Мы, получается, мы зашли уже, якобы, Павловка была наша. Почему слово «якобы»? Ну, она все равно была в обстрелах. Там сказали, что стабильно, а там каждый день стреляли, стреляли. Ну, миномет. Там. В Павловке? Да. Трехсотые, двухсотые были у вас? По дороге, да. Двухсотые? Двухсотые? Двести точно не скажу, но трехсотые точно были по дороге. Пока шли туда. Заходили пешком туда. Типа прилетали мины? Да. Что вы с ними делали? С минами? Ну, мины, понятно, взрывались. С трехсотыми? В моей группе триста не было. О, не было. Плохо. А так мы… Здесь плохо? Я не могу так сказать. Ну, я считаю, плохо. Да, а что вы в Павловке долго тусовались? Ну, 45 суток. Ого. Прикольно было? Нет. Вы прямо в Павловке 45 дней? Где вы там жили? Подавал. А ели что? Ну, удовольствие. То, что поставляли. Нормально было, еды хватало? Ну, поначалу было на сухпайках, мы жили. А потом, я так понял, сухпайки что-ли закончились, начали крупу уже привозить, чтобы сами варили. Вы на позициях сами варили себе еду? Да. И как? Ну, как? Получалось. Ну, судя по тому, что вы живой? Ну, а так, конечно, не очень. И все. Вот 45 суток мы пробовали на позиции, как бы, как сказать, в глухой обороне были. Чем глухая оборона отличается от не глухой? Я просто не знаю. Ну, есть, ну, как сказать, глухая оборона, типа, уже все, никаких боевых действий не происходит, просто люди сидят на позициях. Угу. А там каждый день прилеты были. Попадали по вам? Ну, по нашей позиции тоже прилетало. Трехсотые были? Нет. Плохо. Ладно. После Павловки что вам сказали? Вот. После Павловки это уже был либо 26 декабря, либо 28. Ну, вот эти числа, плюс-минус. Сколько в Павловке всего людей было, чтобы, ну, мне чисто интересно, ваших оккупантов. Я, насколько знаю, около 120 было. Угу. Ну, на момент, когда я там находился, там около 120. Да. Как вас выводили и зачем? Вводили, сказали, что пришла техника и что нас должны забрать на технику, на БМП. Ну вы, фух, слава богу, БМП. Нет, нет. Чего? Ну, как вы думаете, 45 суток просидеть и потом сказать, что на технику уже все-все позабывали? Никому эта техника не нужна уже была. Что люди говорили? Вот с вами, которые там в Павловке тусовались? В плане, что говорили. Нужна эта война, не нужна. Я же говорю, большинство, много мобилизованных людей, кто со мной был, и все говорят, что эта война никому не нужна. Там и взрослые были? Конечно. Там есть люди, которые только срочку отслужили, 20 лет, ребята. Они два месяца пришли, погуляли и их мобилизовали. И также есть люди, которым за 40 уже, 45-48. Командиры что? Кстати, вот что-что, командиров я раза два-три всего видел. Я спросил, что в формате того, что вы начали, кстати, командиры, я думаю, вы похвалите их. Почему? Ну, так начали бодро. Так а где командиры были? На своих позициях. На оттяжке где-то? Ну, дальше будем. По ним тоже валили или они? Да, там по всей Павловке. Ну, в новостях писали, что много потерь у вас там в Павловке было. В Павловке на штурме, я знаю, да, очень много было потерь. Прям очень много. Что вы знаете про штурм? Я знаю, что Павловку брали три раза. Я первый раз не знаю, когда ее брали, что ее потом сдали. Потом опять взяли ее, потом опять сдали. И вот третий раз это вот получается. Мы когда заходили 16 ноября, это уже вот третий раз ее взяли. А очень много потерь это сколько? Около 500 вроде. Да, так вот числа там большие были. Ну, бронетехника вам, новые Бэхи там, терминаторы вот эти. Ну, выдали нам получается. Нас вывели оттуда под Новый год. Все, мы приехали, получается, в Кирилловку. И нам сказали, вот вам машины, подготавливайте их. Ну, они все в Солидоле были. Новые. Законсервированные. Так это старого производства законсервированные или новые? Ну, естественно, старого производства. Я же не знаю, может у вас там начали новые клипы. Какого года у вас? У вас Бэха была? Да, БМП-3. Но она, типа, якобы модернизированная. Но из модернизации там только было, что у нее обвесы по бокам были. И тучи стояли, получается. Тучи? Тучи, это... У командира, там есть рубильник такой. Он нажимает, эти штуки вылетают и дым пускают. Вот эти тучи были. Если у старого образца они были спереди, то у нового образца они были взяли. Ну, нормально. Другой разницы я не увидел. Так, а машина какого года была? Не знаю. Я знаю... С шильдика никакого не было? Нет. Я знаю, что вот эти, которые простые БМП-3, они там 90-х какого-то, если еще не позже. Угу. Далее вам перед Новым годом технику освоились вы? Ну, начали мы ее оттирать отца ледовая. Оттерли отца ледовая, нам сказали ее полностью зарядить. Ну, полная БК что-нибудь была. И готовиться к наступлению на Угледар. И потом было наступление. Когда? Да. 23-го числа началось наступление. 23-го? Января. Января. Угу. Расскажите последний, это вы были в доме, в подвале или в гараже? Вас в плен взяли? В гараже. Ну, вообще было так. Мы, получается, 23-го числа были в заезде на даче. Мы пехоту завозили на даче. 24-го числа также рано утром сказали, все, надо опять вести пехоту. И вот, мы ехали уже с дачи обратно, ну, спешили пехоту. По нам был прилет в машину. Ну, как я понял, это был 155-й снаряд. И на обратном на отходе еще раз был прилет опять в машину. Два раза попали? Так это арта получается? Ну, скорее всего, да. Так это, а вы ехали в движущуюся цель артой попасть? Ну, сказали 155-й снаряд. Прикольно. Красавчики, да? Еще там сказали, что у этого снаряда GPS-навигация есть. А, тогда все равно прикольно. Молодцы. Ну, и этот получается. Не доделали работу, но молодцы. Спешились мы. Сколько у вас человек был? Ну, я с механиком был, он близ командира ехал. Командир был контужен после, ну, 23-го числа. Контузова он не поехал, 24-го. И все, спешились, Панам начал отрабатывать то ли снайпер, то ли пулеметчик по ногам. Получается, механику ногу прострелил, мне рикошетом в ногу прилетело. И все. Нас начали также ненаметом откладывать вокруг. С механиком рядом упал снаряд. не знаю, 300 был, может быть, стал 200. Как фамилия механика? Не знаю фамилию, он, ну, не со мной, он не мобилизованный был, он контрактный хакер по цене у меня. Он признаков жизни просто уже не подавал. Короче, бросили, вот нам хай лежит. Вполне обкладывать начали, получается, потерял сознание, пришел в себя, начал выходить на хакера. Он, ну, ноль эмоций. Я полез вдоль лесополосы. По лесополосе полз где-то около 3-4 часов. Вышел на дачи. На дачах прошел сколько? Ну, позиции три, наверное. Без броника, без каски. И после... Ваши сидели позиции три? Нет, ваши. Мимо них прошел? Там не было никого. Ага. И все, и выстрел в голову. Вот. 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 Так уже зажило там. Ну, зажило. До свадьбы, до второй заживи. Ну, там уже ничего. И, получается, потерял сознание. Начнулся после выстрела. Ну, очнулся ночью, холодно. В округе никого не было, но слышал голоса. Ну, уже зашел в гараж. И в гараже уже в 3 минуты два дня слышал. Натовцы? Нет. Как нет? На каком они языке разговаривали? На украинском. Что они вам говорили? Руки вверх за мной. Как будет на украинском языке? Руки вверх за мной? Да. Не знаю. Так, а как вы поняли, что они вам сказали? Или это они на русском сказали? Ну, это на русском было. Ну, что мы умеем говорить на двух языках, а вы на одном? Не знаю. У нас прошивка просто хорошая. Обновление. Кому нужна эта война? Я думаю, что это нужна война властям только, политике и все. Каким? Ну, кто это все начал? Нашим нет. Зачем? Нашим нет. Зачем? Нашим нет. Зачем? Ну, значит, нашим нет. Логично. Или американцам? Я не знаю. Тупо кофе. Отправили умирать. За что эти все? За что хакер погиб? Просто так? Ну, я не знаю. Ну, это он был контрактный там. Ну, есть контрактный. Если контрактный, то можно погибать, да? Почему? Нет. Она знает, что вы в плену? Не знаю. Может, сообщили. Может, не знаю. Может, сообщили. Что вы ей скажете? Вы не говорите, где вы находитесь. Здрасте. Здрасте. Как дела? Нормально. Да что вы так улыбаетесь? Просто. А что мне нельзя? Да можно. Но она на позитиве. Ну, это хорошо. Это хорошо. Чем занимаетесь? Кушать готовлю. Что на ужин будет? Рассольник. А в тюрьме макарошки. А, кстати, на второе будут макарошки. И не поверите, с тушенкой. Короче, не мапон-то домой ехать. Тебя тут кормят так же. Будет сидеть в плену. Не надо. Кому его надо? Нафиг он вам надо. Он тут тоже нормально кормит и бесплатно. Нет. Нет. Самой лучше. А вы что, смотрите нас? Нет. А, нет. Плохо. А я же просто вижу, что лайк не ставили. Поэтому не видно. Ваш будущий муж в плену. Если вы хотите с ним... Прямо. Вы знаете? Конечно. О, а откуда? Расскажите. Ну, здрасте. Приехали. Не жди меня, канал. Не жди меня. А мы за вас платили деньги? Я не помню уже. Просто их уже столько. Смотрите. Если вы хотите с ним поговорить, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию данной беседы. Хорошо? Хорошо, говорите. Вы не говорите, где вы находитесь. В плену. В плену. Ну, смотри. Привет. Привет. Как ты там, мой хороший? Нормально. Нормально? Жив. Это хорошо. По глаз отошел? Глаз. Ну, вот так вот если. Угу. Это тот глаз, в котором хрусталик? Да. Тот же глаз. Ну, я так и поняла. Вот. Все. Как дела? Ничего. Сойдет. Съездили. Сегодня все его подстригли. Сейчас, ну, вот кушать готовлю. Это, как бы, уже озвучено было. Угу. Вот. Так что. Что дома как? Двадцать первого маму повезу в больницу. На операцию. Угу. Вот. Ну, и отец двадцать первого тоже приезжает. Вот. Мы билеты поменяли. Он двадцать второго должен был. Ну, чтобы мне не ездить туда-сюда. Двадцать первого приедет. Папа. Хорошо. Ну, я его, мы поедем, его утром заберем, получается, потом в больницу, ну, а потом домой. Ясненько. Вот. Вот. Мои там че? Ой. Анька приболела. Вот. Ну, они че-то, то семейство, чуть-чуть приболело. А так, в принципе, все хорошо. Ну, слава богу. Держимся. Угу. Серый че там? Да. А? Серый че там? Угу. Отдыхает. Угу. 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 Серый че там? Угу. Угу. Вот. Нормально созваниваемся с ним, как бы нормально. Вот. То, что могло быть лучше, но нормально. Так что вот так. Скучился? Я тоже очень-очень. Угу. 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 Ну, я не знаю, че мне тебе сказать. Угу. Блин, че-то я хотела вам сказать. Щас, щас, щас. Щас, щас, щас. Ну, я надеюсь, успеешь до нашего числа. Ага. До какого числа? О, надеюсь. А это секрет. Одиннадцатого марта? Да. Что будет одиннадцатого марта? Свадьба. Если меня не позовет, то не успеет. Чего, если? Если, говорит, меня не позовет, не успеет. Ну, приезжаете, жалко, что ли? А Путин к тому времени умрет? Сдохнет? О, это я ж не могу знать. Как я могу знать за кого-то? Я за кого-то не могу знать. Никогда никому не известно, кто, когда, зачем и почему. Как же не известно? Известно. Ну, вот так. Ну, как? Никому не известно, что будет. Что у вас люди говорят? Да? Какие именно? Ну, соседи. Про войну. Про эту. Надо она кому-то? Не надо. Надо этих бандеров. Ну, с кидами я не общаюсь. Вот. На работе. На работе? На работе? На работе надо работать. Вот. А не разговаривать про войну и это. Ну, это ж не война, а военные операции, как говорят. А расскажите, а война это или? Ну, это не происходит. Это война или СВО? СВО. Ну, а это не обсуждается на работе. Зачем? Зачем? А зачем ваш будущий муж пришел в Украину убивать людей? Ну, не убил же. Это не факт. Я в этом уверена. Почему? Ну, потому что я уверена. Если бы он не хотел убивать, он бы упорно так не тренировался со своего БТРа стрелять. БМП, да? Ну, наверное, потому что у него выбора не было тренироваться. Как называются люди, у которых нет выбора? Не знаю. Не знаю. Да? Понятно. Про войну говорить нельзя, потому что надо работать, с соседями не общаемся. Значит, пусть идут дальше, умирают. Расскажите, сколько погибло ваших людей. А я же куда могу узнать? Нет, да он пусть расскажет. У нас здесь. Да она знает за Павловку. Что Павловки было. Очень много. А, ну то, что Павловки много, знаю. Здесь. Ну, просто то, что я это ни с кем не обсуждаю, это как бы, ну, я-то про это имею ввиду. Люди типа тупо молчат, боятся обсуждать это? Ну, может быть из-за того, что у меня парень там, да, из-за этого со мной никто это и не обсуждает? Может. Может. Ну, к примеру, на работе. Ну, может. Конечно, может. И не лезут, потому что все знают прекрасно меня, как бы, ну, то, что мне не стоит задавать много вопросов, вот, особенно на работе. Так что… А кем вы работаете? Техником. Это в парку. А, тоже правильно. Это в парку. Ну, я тоже. В парку техником. На работе все нормально. А, кстати, на работе мальчишкам ввели ночные смены, но не всем еще. Вот. Там сделали четыре звена. А, ну, говорят где-то позже, в конце марта либо апрель, там будут смотреть по грузообороту, как бы он, в принципе, неплохой, что будут переводить тоже в ночные. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Зарплату поднимают. Хорошо. Так что… Так что, в принципе, все нормально. Ну, хорошо. Заканчивай. Не переживай. Ну, все. Давай там. Всем привет огромный. Да, от мамы тебе тоже большой привет. И от родителей, ну, от всех. Угу. Большой-большой-большой-большой-большой-большой-большой-большой-большой-большой-большой. Привет. Все. Давай, люблю тебя. Люблю тебя. Целую. Надеюсь, скоро увидимся. Скоро увидимся. Пока. Пока. До свидания. Довольно? Да. Миссия выполнена. Да. Что дальше? Ну, дать обмен. Почему некоторые не хотят говорить? Да есть мысли какие-то? Мне чисто тупо интересно понять психологию человека. Ну, может, не хотят, чтобы это было опубликовано. Ну, может. По традиции у нас военнопленные обращаются к своим соплеменникам, согражданам. Кому как. Удомно. Что-то говорят, что-то не говорят. У меня нечего сказать. Я думаю, что все все сами понимают, все все сами знают. Кому что надо, кому что не надо. А что понимают? Ну, что здесь не камильфо. Не камильфо? Да, конечно, не камильфо. Ну, какой здравомыслящий человек захочет воевать? Ну, есть же кто хочет. Ну, я их не пойму. Дорваться хотят до автомата, проявить себя. Медальку получить. Я не тот человек. Ну, я их, я думаю, что я их не пойму. Я их не пойму. Понятно, спасибо. А я микрофон себе не повесил. Да, думаю, будет слышно. Все, отстегиваю? Ну, да. Или он тебе там надо будет. Дороги. Если хочешь курить и быстро покуришь, можно покурить. Хоть зажигалочку, пожалуйста. Чем закончится все? В плане? Ну, ты как думаешь? Ты же видел войну. Мое мнение, честно. Нет, не честно. Нет, я имею в виду в плане всего вот этого, что когда-нибудь это все придет к чему-то. Ну, мне кажется, скажут, на мирном разойдется, а потом потом опять все начнется. Как в Чеченском войне было. Ну, это мое личное мнение. А что это такое мнение? Ну, не знаю. Что как в Чечне было, что сколько воевали, потом это прекратилось, потом все заново началось. Интересные мысли. Ну, думаю, так не будет. Я думаю, Рашка не выйдет от войны. Судя по тому, как вы складываетесь. Продолжение следует. Что там, есть еще желающие поговорить? Не знаю, сейчас за это спрошу. Спроси. Сейчас подожди, стой, сиди. Поехали.